Чистый город, вторая жизнь упаковки. Под таким названием еще в начале марта стартовал конкурс для школьников. В Фаинивы подготовили выставку, на которой ребята из школ города представили изделия из различной тары. Композиция, цветы в вазе из пластиковых упаковок. Из сигаретных пачек робот с призывом от автора для всех курильщиков. Коврики из пробок для массажа и многое другое. Копилиц много в больнице скопилось? Может простарились и прохудились. Выбросить нужно, но мы не смогли. Сделали пусы и сносим, смотри. На выставке состоялся парад лучших костюмов номинации «Хлам-арт», которая проводилась в рамках конкурса. Участницы представили наряды из различных упаковок. Используются лишь только мусорные пакеты, как лилейте белого и черного цвета, ну и немножко фантазии. Все очень просто. Я изготовила свой мастюб из обычной скатерти и упаковки для мельбек. Конкурс проводила организация «Экодозор» при поддержке Кандалачского заповедника и администрации. На мероприятии помимо выставки обсуждались проблемы с мусором. Выступали сотрудники заповедника и других экологических организаций. Предлагались идеи борьбы с бытовыми отходами. Например, у наших соседей создана и воплощается в жизнь программа «Апатиты. Город для жизни». В городе работает предприятие по переработке мусора. Мы надеемся, что Кандалакша тоже присоединится, потому что у нас есть предприятие, которое перерабатывает все виды пластика, и ему не хватает серии. И они собираются пасить пластиковые бутылки из средней полосы. Ну скажите, как нерационально, когда их очень много и в области. Поэтому надо помочь, я думаю, предприятию. И это всем будет выгодно. Чествование победителей состоится 31 мая на Дне города.